Великая китайская стена. Её грандиозные размеры и абсолютная непрактичность поражают воображение. Кто и зачем мог возвести такую гигантскую постройку? Великая пирамида в Гизе. Ещё одно чудо света. Как древние египтяне могли создать сооружение из более чем двух миллионов каменных блоков, идеально подогнанных и образующих совершенное гладкое строение? Пирамида Куйкуилька. Центральная Мексика. Невероятное совершенство линий и поражающие воображение масштаб. Разве такое могли создать неграмотные племена? И сверху, почему она так похожа на летающую тарелку? А если посмотреть сбоку, то на знаменитый Аркаим. Центр цивилизации Ариев. Почему все самые выдающиеся памятники древности имеют общие черты? Как будто их строили люди одной культуры, одной цивилизации. Если смотреть на Землю сверху, то можно увидеть гигантские рисунки, так называемые геоглифы. Они похожи, хотя находятся в разных частях планеты. Собака, калибри, кит, паук и ещё много других. Неужели когда-то всё выглядело по-другому? И наши представления о прошлом могут быть полностью перевёрнуты. Ведь даже планета Земля была иной. На знаменитой карте фламандский учёный Герард Меркатор изобразил легендарный архипелаг Гиперборея, в который входили современная Гренландия и Кольский полуостров. Даниэль Келлер на своей карте Азии показал совершенно другие очертания северного побережья российской Чукотки. На манускрипте 18 века обширные территории современной Средней Азии занимает гигантское внутреннее море. А как же выглядела Евразия тысячи лет назад? На этой карте изображён древний материк Лемурия, который находится на месте современной Евразии. По мнению учёных, он мог исчезнуть вследствие падения на Землю метеорита, который вызвал смещение магнитной оси Земли, чудовищные катаклизмы и резкое похолодание. Сто тысяч лет назад, двести тысяч лет назад полюс находился не там, где он сейчас находится. Во-первых, есть понятие прецессии, да, смещения оси. Во-вторых, есть предположение, что были несколько катаклизмов мощных, которые сместили угол наклона к земной оси. Так что северполюс прародина арктическая могла располагаться не там, где сейчас находится реальный полюс. Ещё в середине 19 века ректор Бостонского университета Уильям Уоррен проанализировал мифы всех стран мира вплоть до экваториальной Африки и Центральной Америки и пришёл к выводу, что народы указывали место, где находится рай, на севере. Как раз там, куда пришёлся главный удар, уничтоживший почти всё живое. Присходят пожары, выброс, огромное количество сажи в атмосферу. Земля покрывается таким, как-то можно назвать ядерным или смогом, непроницаемый для солнечных лучей. Буквально мир погружается во мрак. Более того, наш специалист из вычислительного центра РАН рассчитал примерно последствия такого столкновения. Значительная площадь Земли, в том числе большая часть Евразии, значительная часть Северной Америки, покрывается волной цунами, высотой от нескольких сот метров до одного километра. Согласно исследованию Уоррена, практически у всех народов Земли в мифах и легендах можно найти упоминание о загадочных белых богах, которые дали людям культуру и цивилизацию. Древние греки помещали этих богов на загадочные острова за северным ветром, древние индусы на северный полюс, скандинавы за северное море. Значит, это и есть наши предки, те, кто дал жизнь всему человечеству. Все мифы всех народов, взять Африку, взять Океанию, взять Полинезию, Маланезию, Австралию, везде без разницы, индейцев, американских, везде сказано одно. Белые боги пришли с севера. Это поток северный, вот этот вот, они давали знания, они давали цивилизацию, они отучали местные народы поедать друг друга. Сегодня ученые практически единодушны во мнении. На севере действительно находилась родина, возможно, самой древней цивилизации Земли. Ведь не смоглые люди пришли на север жить, а наоборот белые пришли на юг. Ну, потом как-то вот смешиваясь, они немножко потемнели, вот и все. А не наоборот получилось, не побелел никто. Вот, поэтому самым естественным и правильно было бы считать, что, значит, вот древние эти вот самые гиперборейцы, принесшие культуру и, так сказать, определенный, так сказать, уклад жизни практически на всю Евразию, это они вот пришли с севера. Это потомки богов. В прошлой передаче мы рассказывали о результатах нашей экспедиции в узбекский Хорезу, где были обнаружены древнейшие крепости, построенные ариями и разрушенные неизвестным оружием. Казалось, после кровавой междоусобицы цивилизация ариев была уничтожена, однако это не так. Остатки враждующих групп разошлись по разным направлениям и благодаря этому тайны и знания распространились по всему миру. Одна группа отправилась в Индию и Персию, где завоевала местные племена и создала арийскую восточную культуру. Следы второй мы находим на севере. Наши предки действительно жили на севере. После какого-то изменения, похолодания климата они стали сдвигаться на юг. Видимо, после того, как наступило некоторое улучшение погоды, мы знаем, что ледники когда-то стояли на широте Курска Саратова, но, разумеется, они рано или поздно отступили и освободив для людей большую площадь территории, и люди не замедлили себя ждать, они, конечно же, вернулись на север. И самое главное уникальное достижение человеческой цивилизации. Невероятные находки и артефакты по всему свету, что еще раз доказывает, насколько далеко распространились знания Ариф. Ни океаны, ни горы не смогли стать преградой. Пирамиды, гигантские геоглифы, сложная развитая инфраструктура древних поселений, которые соответствуют уровню современных городов. Все они взялись как будто из ниоткуда, вопреки уровню развития местных жителей. Могли ли они быть привнесены древней арийской цивилизацией? Можно ли утверждать, что все историческое достояние нашей цивилизации это и есть осколки арийской культуры? И сегодня расскажем, как древний народ сумел распространить свои уникальные знания по всем уголкам земли, почему люди не воспользовались ими и как таинственным образом исчезли доказательства этой миссии. Раскололся небосвод, возопила земля, внезапно повеяли свирепые ветры, стороны света задымились и заревели, многие горы с рощами на них заколебались, сон мы живых существ вдруг испытали небывалую муку, все небо объял мрак, земля сотрясалась, падали с неба огненные кометы. Так в индийских ведах описывается битва богов. Скорее всего, речь идет именно о том самом сражении на территории современного Узбекистана. Там мы обнаруживаем в огромном количестве войны, богов, полубогов, людей, да, они там передвигаются на виманах, причем не на крыльях на своих, а именно на виманах, то есть явно технических сооружений. Причем виманы эти в общем-то соответствуют описанию как наших самолетов, так представляют собой целые летающие города, которые могут передвигаться в космическом пространстве. Причина войны в древнейших письменных источниках человечества указана точно. Это борьба за власть. С одной стороны, в битве принимали участие белые боги-пандавы, с другой, их менее благородные двоюрные братья-кауравы, на стороне которых сражаются ужасающие своей свирепостью люди-ящеры и человекоподобные змеи. Говорят, веды, это сказки, это не сказки, это правда. Это битва так была такая, что, ну, не дай бог, и вот во все рубили, все горело, планета буквально разваливалась от этих ударов, гибли миллионы, города превращались в стекловидную массу с севера Африки, вообще в стекло превратилось. Хорошо со спутника видно, там в этом стекле города стоят, стены торчат. Вся вот эта вот линия этих великих пустынь, это линия борьбы, гибели вот этой империи арийской. Это можно было бы назвать выдумкой, богатой фантазией наших предков, но подобные описания встречаются в трудах многих народов мира. Шумерская цивилизация по официальной версии появилась четыре тысячи лет до Рождества Христова в Междуречье, примерно тогда же, когда создавали светы. Считается, шумеры первыми изобрели письменность, стали использовать знаки зодиака и вести наблюдения за звездами. До недавнего времени считалось, что шумерская цивилизация, она вообще является одной из первых и самых древних. И по большому счету оснований было достаточно много, но тем не менее, тут тоже хотелось бы отметить, что очень многие элементы архитектурные элементы, элементы культурной работы, связанные с орнаментами на всяких гончарных изделиях, которые в том числе находились у шумеров, и в том числе по некоторым моментам их письменности, они совпадают с теми архитектурными находками, которые сегодня делаются на Урале и в Сибири. И причем эти архитектурные находки значительно более древние, чем шумерские. Удивительно, но хотя боги шумеров называются по-другому, они ведут такую же войну за власть над землей и человечеством, что и герои арийских вет. Причина конфликта спор за право управлять миром и снова за одну из сторон воюют ящеры и змеи. То есть непонятно, кто что, откуда брал, но тем не менее, если обращаться к определенным их религиозным текстам, то те же самые боги, они очень сильно пересекаются. Но у шумеров собственно, в значительно большей степени как раз развит этот вот змеиный культ, о котором я говорю. И, собственно, у них считается, что как раз их боги, они это не были белыми световыми богами, это были как раз вот такие змееподобные, звероподобные боги, которые, собственно, им основную цивилизацию принесли. Тот же сюжет «Война богов за власть над землей» можно найти в древнеегипетской мифологии. Вряд ли это случайное совпадение. Раньше шумерские и египетские мифы ученые считали сказками, которые не имеют под собой реальных оснований. Но известный американский историк Захарий Ситчин еще в конце прошлого века после тщательного изучения этих мифов пришел к выводу, что все они описывают одно и то же событие, действительно произошедшее в глубокой древности. Не исключено, что арийские веды, которые считаются древнейшим текстом, были хорошо известны народам Египта, которые пересказали на свой лад историю войны богов. там говорится о том, что было время, когда с неба приходили так называемые стражи или сыны божьи, то есть они по-разному называются наблюдатели, которые должны были наставлять человека в делах праведности. Но восхитившись красотой человеческих женщин, некоторые из них начали входить в полуцкие контакты. От них стало рождаться потомство. специалисты уже давно утверждают, все религии на земле уходят корнями к одному источнику. Воспоминания о своих предках, белых богах оставили как древние народы, давно сошедшие со сцены истории, так и те, кто живет на земле сейчас. Когда читаешь древние манускрипты, получается, что в Китае целая половина событий, когда под управлением находилось белых богов, которые ту же белую символику приносили, да и сейчас раскапывают, даже буквально несколько тысяч лет назад еще были какие-то светловолосые, русоволосые, голубоглазые мужчины и женщины метр девяносто, ростом ходят их мумии в пустыне Такламакан, Монголии, у нас в платоу Кок, в Бурятии находят. Как древние арии могли оказаться в Америке? Откуда на саркофаге индийского вождя взялся рисунок космического корабля? Для кого перуанские индейцы нарисовали гигантскую птицу? И как тайные знания ариев распространились по миру? Мы продолжаем расследование. Не переключайтесь. Шумеры и египтяне подверглись культурному влиянию древних ариев, совершивших миграцию с севера на юг. Часть из них ушла в Персию и Индию, достигла Междуречия и Египта, принеся с собой знания и культуру. Но элементы культуры древних ариев находят по всему миру и в Южной Америке и в Российской Сибири. В научно-литературе наоборот, опять-таки, делается весь акцент на то, что естественный процесс по принципу накопления знаний и опыта и перехода количества в качество. А в традиционной мировоззренческой системе, будь то в Мексике, будь то в Южной Америке, там процесс совершенно по-другому изображен. И там речь действительно идет о неких богах-цивилизаторах, которые многие поколения назад принесли знания и весь комплекс цивилизационного пакета подарили и дали новый толчок в развитии местным народам. Альмеки. Одна из древнейших цивилизаций Центральной Америки с выдающейся культурой и необычайно высоким, удивительным для своего времени уровнем развития науки и технологий. А если речь идет о цивилизации, то можно сказать, Альмеки это такой, можно сказать, бренд Мезоамерики, как одна из древнейших цивилизаций до Колумбова Центральной Америки. Альмекское государство достигло расцвета за полторы тысячи лет до нашей эры. Оно моложе и шумерской цивилизации и древнеегипетской. Тем не менее, Альмеки достигли впечатляющих успехов в архитектуре, сельском хозяйстве, медицине, письменности и других отраслях знания. Просуществовав более тысячи лет, цивилизация Альмеков по невыясненным до сих пор причинам пришла в упадок, передав свои знания ацтекам и майям, которые построили на своем континенте совершенно обособленный анклав, который поражает ученых и сегодня. Существовали цивилизационные центры цивилизации, которые по своему уровню развития не уступали, а во многом и превышали города и цивилизации Европы или Азии того же времени. Речь, в данном случае, идет о 13-15 веках. Допустим, в столице Ацтек, в Тенатчатлане была настолько развитая регуляционная система земледелия, которая просто не снилась европейским городам в силу и географической разницы в условиях и в силу организационных возможностей, потому что государство или, как называют, империя ацтеков достигла такого уровня организационных административных возможностей, который попросту отсутствовал в европейских государствах того же 15-го века. Парадокс. Майя прекрасно разбирались в движениях планет по небосклону, но не знали плуга, домашних животных колесного обода. Может ли это означать, что знания дали им со стороны? Знаменитый исследователь культуры индийцев майя Чарльз Галленкап утверждал, что эта древняя цивилизация Южной Америки заимствовала свою культуру из древнего Египта. Действительно, здесь есть интересный момент с точки зрения пирамид, с точки зрения религии звездной, поклонения звездам, где в Египте все было поставлено, все знание было связано с Сириусом, с Сотис, год Сириуса, а в Мезоамерике это были плеяды. В 1952 году во время археологических раскопок в мексиканском городе Поленко была найдена гробница великого вождя Майя Покалеватана, который еще при жизни объявил себя змеем, посвященным в сокровенные знания. Удивление ученых вызвало то, что сама гробница располагалась в древней пирамиде и представляла из себя каменный саркофаг, удивительно напоминающий древний египетский. Крышка саркофага и вообще сам саркофаг, сама архитектура просто поражает, потому что ничего подобного. Это Альберто Рус, вот такой человек, вот, нашел, собственно говоря, вот этот саркофаг. Ничего подобного больше нигде не находили. Но все знают про саркофаг, но мало кто говорит про то, что еще там было очень такой удивительный девайс, они обнаружили, труба, каменная труба, которая уходила сверху в глубину в подвал. Назвали ее духопровод, что жрецы по этой трубе, вот как громкоговоритель, переговаривались с усопшим. Настоящую сенсацию в ученом мире вызвал рисунок, вырезанный на крышке саркофага. При желании на нем можно увидеть человека, одетого в легкий скафандр. Руки человека вытянуты перед собой и находятся на панели управления. Одной рукой он сжимает рукоятку рычага, а второй нажимает на клавишу или тумблер. Левая нога расположена так, словно человек нажимает на педаль. Помимо самого человека, на плите изображена загадочная аппаратура, которая вполне может быть приборной панелью управления космического корабля. Ученые обратили внимание, что саркофаг Покалеватана отличается от древнеегипетских образцов. В Гизе саркофаги выполнены по форме тела человека, а в Мексике это просто прямоугольный ящик. Однако принцип мумифицирования совершенно идентичен. Сама в принципе культура строительства использования саркофагов она тоже в принципе достаточно интересная, потому что раньше люди просто в большинстве сжигали трупы и поэтому использование саркофагов на мой взгляд является некой отсылкой к нашим предкам, которые могли прийти с других планет. Кто же были эти предки с других планет? И действительно ли речь идет о полетах в космос? В древнеарийских ведах описывают летательные аппараты реманы. На них белые боги передвигались на огромные расстояния. В принципе они могли преодолеть и Атлантический океан, чтобы оказаться в Америке. В Южной Америке находится немало древних объектов, так или иначе указывающих на воздухоплавание. Красная пустыня, известная как пустыня Наска, где с высоты птичьего полета можно наблюдать удивительные арт-объекты в виде паука, обезьяны, человека, очень похожего на человека как в скафандре опять же, птица, калибрии. Еще удивительно, что вся эта пустыня испещрена буквально длинными многокилометровыми линиями, которые полностью игнорируют ландшафт. То есть они настолько прямые, что удивительно, с помощью каких технических средств это было сделано. Эти рисунки в перуанской пустыне ученые назвали географами. Геоглифы одна из самых интригующих загадок современности. Поражает сама технология создания. Они образованы посредством снятия верхнего слоя почвы, под которым находятся более светлые геологические структуры. Однако остается совершенно неясным, почему эрозия почвы за тысячи лет не тронула эти рисунки. Ясно, что выполнить такую работу могли либо гиганты, либо люди, обладающие невероятными техническими возможностями. По официальной версии, возраст геоглифов сотовлет несколько тысяч лет. Не исключено, что они гораздо старше. Где-то 15 миллионов лет назад анды начали воздыматься, и то, что уже никогда не были морем, и то, что было построено, могло существовать с того времени. поэтому вполне в пределах вот этой территории могут существовать самые древние вот такие сооружения. Рисунки пустыни Наска ставят перед историками немало вопросов, главный из которых с какой целью они были созданы. С земли географы разглядеть невозможно, поэтому ученые логично предположили, что с помощью таких узоров древние обитатели Перу общались с божествами. По другой версии эти рисунки часть сложной системы акведуков и созданной для орошения пустыни. Некоторые исследователи считают, что создатели географов пытались перенести на землю карту звездного неба. Мне интересна версия, что это сетка звездного неба со всеми странами Млечного пути, как проекция. Это очень, кстати, присуще было менталитету древних строить свои сооружения как проекцию звездного неба. В любом случае, чтобы создать идеально прямые и параллельные друг другу линии, авторам этих рисунков нужно было подниматься в воздух. По-другому огромные фигуры просто не рассмотреть. Возможно, древние индейцы могли строить воздушные шары или обладали другими примитивными средствами воздухоплавания. Но с какой целью им было нужно смотреть на эти рисунки с высоты птичьего полета? Понимаете, опять-таки это нефункционально. Чтобы жрец там кто-то поднялся с высоты посмотрел, это человек и часы. То есть это колоссальная работа, которая проделана. И ради вот просто как бы создать такой Диснейленд для элиты это глупо. Значит, отсюда мы как бы так сказать делаем вывод, что скорее всего вот эти вот линии предназначались для привлечения внимания сверху, с неба. Кто мог находиться на небесах, да? Ну, естественно, боги, да? Птица, обезьяна, паук. Эти рисунки видны даже из космоса. Поэтому возникла версия, что фигуры животных были сделаны для указания места посадки космических кораблей. Вспомним про войну богов и последующую за ней катастрофу, описанную во всех древних священных текстах. Возможно, рисунки пустыни Наска стали следствием тех далеких событий и были созданы, чтобы передать сигнал бедствия. Представим себе цивилизацию, происходит катастрофа. Какие-то небольшие очаги остаются. Один из очагов в изоляции, да, связь, скажем, не работает. Он должен как-то привлечь к себе внимание, предполагая, что там метрополия, да, или какие-то центры еще остались, да, которые как бы располагаются вот этими самыми влетательными средствами. И он, как бы, стремится привлечь к себе внимание. Ну, эти люди, которые как бы там вышли. И они вот создают на этом плато нечто, что привлекало бы внимание с воздуха. Да? То есть, в расчете на то, что если будут искать что-то, то обратят внимание на это. Как камни, найденные в пустыне, стали камнем преткновения для всей мировой науки? Почему древние фигурки, найденные на Урале, так похожи на знаменитые артефакты в Мексике? И сенсационная находка, которую сделали ученые на Алтайском плато. Великие достижения по всему миру связаны друг с другом. И сейчас мы это докажем. Не переключайтесь. В 19 веке в Перу было сделано еще одно сенсационное открытие, которое до сих пор ставит в тупик всех исследователей. Неподалеку от пустыни Наска в окрестностях города Ика местные крестьяне случайно нашли камни, на которых были выгравированы сценки из жизни неизвестного народа. Камни долгое время считали подделками, изготовленными индийцами для продажи туристам под видом древних артефактов. Первое. Камни Ики являются подлинными артефактами. Это не выдумка и не искусственно созданные продавцами древностей ложные раритеты. Их находили многократно инситу, то есть в непотревожном состоянии. Другое дело, что в могилах третьего тысячелетия до Рождества Христова они могли оказываться в приотложном состоянии. Их приносили и положили спокойненько. Но в любом случае эти камни не созданы в наше время. Загадочные рисунки на камнях Ики опровергают всю известную нам историю человечества и теорию эволюции Дарвина. Неизвестным острым инструментом накладкой поверхности камней нацарапаны сцены охоты на доисторических животных, картинки хирургических операций по пересадке человеческих органов. На камнях Ики нарисованы люди, наблюдающие небо через телескоп и люди, ведущие исследования с помощью микроскопа. На загадочных камнях можно найти географические карты с неизвестными материками, а также рисунки, повторяющие фигуры пустыни Наска. Но больше всего ученых поразили рисунки людей и их домашних животных, которыми оказались динозавры. Считается, что динозавры вымерли 160 миллионов лет назад, задолго до появления на земле человека. Однако на камнях Ики люди и динозавры изображены вместе. Причем люди ездят на динозаврах, используя уздечку и даже собирают у них молоко. Вот динозавры, а его дуют. Так бывает. А на камнях Икера типичный сюжет. Более того, я доверяю древнему человеку, потому что изображая животных, он не преследовал цели обмануть друг друга или нас с вами. Палеонтологи обратили внимание на характерные пластины динозавров. По их мнению, спины древних ящеров выглядели по-другому, поэтому камни Ика сначала сочли грубой подделкой. Но в 1974 году в Южной Америке был найден хорошо сохранившийся отпечаток скелета динозавра, на котором четко были видны именно такие спинные пластины, как и на камнях Ики. И в общем-то неоднократно было доказано, что это не современная фальшивка, а действительно древние артефакты. Находят камни в погребениях индейских культур, как правило, первого тысячелетия новой эры. Но совершенно очевидно, что эти гравированные камни не были сделаны теми древними перуанцами, в чьих погребениях они сейчас находятся. Скорее всего, они их использовали в качестве сакральных предметов, доставшимся им по наследству от каких-то божественных предков. То есть, судя по погребальному ритуалу, эти камни клались в могилы именно как культовые предметы. Современная наука не в состоянии определить авторство и дату создания рисунков на камнях из Перу. Получается, либо динозавры вымерли гораздо позже, чем мы себя представляем, либо люди живут на Земле значительно дольше, чем официально считается. Самое интересное, изображение человека вместе с прирученным динозавром не такая уж редкость. Фигурки из бронзы и меди с подобными сюжетами уже давно находят на территории России, в центре Евразии, на Пермской земле, где пересекаются византийский, иранский и скандинавский пути миграции древних людей. Это явно следы арийской культуры. Вот у нас в Москве, рядом с Красной площадью, в историческом музее, находится как раз один из замечательнейших образцов пермского звериного стиля. Это такая полая фигурка огромного ящера, на котором восседает женщина с ребенком, то есть на его спине. То есть вот такой вот сюжет, это уникальный сюжет. Подобные сюжеты встречаются только через океан. Это знаменитые коллекции чернокамнейки гравированных и, собственно, коллекции Акамбара. Исследователь культуры Майя Чарльз Галенка подтверждает, что индейцы каким-то образом получили часть сакральных знаний из Древнего Египта, но культурные заимствования жителей Южной Америки не ограничивались только Древним Египтом. Получается, был общий центр, который как бы раздавал знания всему миру. За тысячи километров от пустыни Наска на Алтае находится плоскогорье Укок. Недавно ученые нашли там геоглифы, огромные рисунки животных, видимые только с высоты птичьего полета. По их мнению, между рисунками в Перу и в России прямая связь, несмотря на огромное расстояние. Дело в том, что на самом деле те же самые геоглифы, они существуют в том числе и у нас на территории России. Их достаточно много, они есть на Урале, в Сибири, и просто это очень мало изучается. Но тем не менее, это все есть, это было очень много исследований, тем более сейчас, когда появилась возможность аэрофотосъемки, космической съемки, это все находится. Грандиозные рисунки тянутся на несколько десятков километров по Алтайскому Нагорью. Очертания некоторых фигур напоминают священных охранников древних шумеров и египтян-грифонов. Кажется, что географы в Перу и на Алтае создавали одни и те же люди. Плато Укок знаменито еще одной сенсационной находкой. Здесь в 1993 году обнаружили хорошо сохранившуюся мумию молодой женщины, возраст которой 5000 лет. Алтайцы считают Укокскую принцессу праматерью рода человеческого. Кстати, внешность у принцессы вполне арийская. Высокий рост, белокурые волосы, правильные черты лица. Не исключено, что древние арийцы каким-то образом несколько тысяч лет назад достигли берегов Америки. Возможно, именно этот народ индейцы и называли белыми богами. Согласно преданию индейцев, они приплывали из-за океана на кораблях больших, а некоторые спускались с воздуха. И когда мы смотрим про мифологию Партуата Данану, которые были на Алтае, тоже местные, оказывается, предания говорят, что они спускались на каких-то аппаратах с воздуха и садились. То есть, видимо, у них оставались еще и летательные аппараты в то время, и большая часть на кораблях. Кто одел американских индейцев в косоворотки и сарафаны? Что скрывает индийский город мертвых и разрушенная крепость в Узбекистане? И какие следы древних цивилизаций ведут в космос? Смотрите продолжение через минуту. Эти платья выставлены в краеведческом музее одного маленького городка. Кажется, в них нет ничего необычного. Подобные русские национальные костюмы есть почти в каждом российском музее. Да, но только этот музей находится не в России, а в Америке, в штате Аризона, в городке с поразительно знакомым названием Хананки. Подпись под экспонатами объясняет туристам, что эти платья национальная одежда одного из исчезнувших племен местных индейцев. Удивительно, соседние племена индейцев одевались в звериные шкуры, а местные женщины почему-то носили вот такие платья, вышитые цветами, которые здесь даже не растут. Керамика с традиционным славянским рисунком и солярными символами по мнению американцев тоже исконно индейская. О том, что выставленные экспонаты поразительным образом копируют славянскую культуру в музее ни слова. Зато о такой связи говорит топография района. Рядом с Хананки расположен поселок с названием Палатки. Таким образом, если мы будем анализировать национальные костюмы, причем в абсолютно разных уголках света с разбросом многие тысячи, десятки тысяч километров, то мы можем находить очень много общего. В том числе те элементы и орнаменты в одеждах индейцев Аризоны, они совпадают с теми элементами, которые были характерны для Русского Севера. Опять-таки, совпадение или нет, вопрос достаточно сложный, но тем не менее, я придерживаюсь того мнения, что это является частью одной общей культуры. И именно поэтому, собственно, это и сохраняется. Странные индейцы вместо вегвамов возводили деревянные дома и украшали их вот такими разрисованными яйцами. Официальная история предпочитает обходить стороной вопрос о национальной принадлежности таинственных индейцев, а независимые исследователи убеждены. На территории Аризоны находятся останки древнейших славянских поселений, построенных за несколько веков до открытия Америки Колумбом. Многие археологические находки, они автоматически подстраиваются под известную нам картину мира, историческую картину, которую нам нарисовали за последние 100-200 лет, и которая не просто далека от действительности, она просто вообще выдумана. Напомним, согласно гипотезе, основанной на исследованиях последнего времени, древнейшие цивилизации Индии, Персии, Междуречия, Египта и Южной Америки связаны между собой и имеют один общий источник. Своими знаниями эти цивилизации обязаны древним ариям, которые покинули свою родину после страшной междоусобицы. Эта древнейшая цивилизация Земли стояла на непревзойденно высоком уровне развития. Возможно, умела строить летательные аппараты и управлять энергией. Ну вот, если мы говорим о традиционной точке зрения на появление цивилизации на планете, то есть данной богами, здесь тоже можно выделить два объяснения. одни исследователи считают, что приписывают цивилизаторскую деятельность инопланетным цивилизациям, неважно с какого мира они прилетели на Землю, вопрос палеоконтакта и прочих обрастающих вокруг. А вторая точка зрения это то, что эти знания были переданы другими людьми, представителями более древней процивилизации. В 1960 году советский физик Матест Агрест напечатал сенсационную статью под названием «Следы ведут в космос», в которой посмотрел на загадки древних цивилизаций с оригинальной неожиданной стороны. Он утверждал, что рисунки индийцев майя на саркофаге Пакалеватана это попытка сохранить информацию о контактах с пришельцами. Скорее всего такие контакты произошли гораздо раньше, чем была создана плита саркофага. И смысл заключался в том, что это скорее всего была попытка повторить некие капсулы, в которых возможно люди лечились, возможно люди путешествовали. Точно так же если мы будем ориентироваться на такое интересное явление как культ карга, когда к диким племенам пролетали белые люди на самолете и привозили им продукты питания. И те были безумно счастливы, они радостно встречали самолет, бежали, кричали. Тогда в Советском Союзе эта революционная гипотеза, получившая название теория палеоконтактов, была признана антинаучной, а Матест Агрест подвергся настоящей травле. Сегодня палеоконтактами человечества занимаются целые научные институты по всему миру, находя все новые и новые доказательства этой гипотезы. нам интересен то, что в большинстве мифов народов мира нигде не говорится, что блага цивилизации, будь то домашнее растение, будь то знания астрономические, будь то календарь, будь то вообще обычаи, были завещены предками или возникли, так сказать, внутри данного конкретного древнего общества. В подавляющем большинстве мифов комплекс, цивилизаторский пакет, скажем так, привносится изне, и, естественно, мифы это приносят боги. Одно из доказательств теории палеоконтактов индийский город мертвых, Махенджо-Дару. Он был построен с необыкновенным для своего времени искусством примерно 3000 лет до нашей эры. Все строения в городе были выполнены из стандартного размера обожженного кирпича. В городе были проложены широкие прямые улицы и проспекты. Существовал водопровод, канализация, были построены бани. Кушан внезапно. На его улицах и площадях археологи обнаружили тектиты, стекловидные образования, которые получаются, если кирпич или песок нагреть до температуры плавления. Но Агресс как раз выдан первым гипотезу о том, что тектиты следствия либо посадки неких кораблей, либо следствия применения некого оружия высокотермического. То есть, возможно, атомного оружия, но мы не должны исключать других вариантов. В прошлой программе мы уже рассказывали о результатах экспедиции в узбекский город Хорезу, в районе которого обнаружены несколько древних разрушенных крепостей, построенных ариями. Во время осмотра развалин были найдены точно такие же тектиты, следы воздействия огромной температуры, как и в Махаджидару. Я больше склоняюсь к той точке зрения, что человечество было неким экспериментом, чем к той точке зрения, что после таких войн, последствиям которых явился, например, город Махенджадара оплавленный, остались здесь люди, которые влились в общество древних людей, женились на женщинах и так далее. Больше склоняюсь к тому, что наше происхождение, наше истинное происхождение еще нам пока неизвестно. И, возможно, мы являемся неким экспериментом или, по крайней мере, на наше развитие влияли пришельцы, скажем так, пришельцы. От кого пытались отгородить с огромной стеной древние жители русской равнины? Откуда на берегах Тибра славянский символ? И какую тайну этруссков скрывала католическая церковь? Не пропустите! Продолжение через минуту. Недавно на территории России было сделано археологическое открытие поистине мирового значения. С помощью аэрофотосъемки ученые обнаружили огромную рукотворную древнюю насыпь, протянувшуюся от Самары до Харькова, почти на две тысячи километров. Ее назвали Великая Заволжская Стена. По мнению историков, стену возвели древние арии, в то же время, что и город Аркаим. Стена построена так, что защищает от атак с запада. Но для чего древнему народу понадобилось строить такие длинные защитные валы. Они могут выполнять не столько охранную функцию, сколько они были пограничными маркерами, для того, чтобы обозначать вот здесь одна территория, здесь другая территория. Здесь, что удивительно, что у людей было достаточно ресурсов, чтобы такие штуки делать, потому что сейчас, несмотря на все разговоры, такие стены очень мало кто может вообще делать. Сам факт наличия гигантской постройки доказывает существование на заволжских землях древней мощной цивилизации. Возможно, страна городов, найденная в степях под Челябинском лишь небольшая часть огромной древней империи, протянувшейся от Волги до Днепра. Заволжская стена скорее всего была границей между различными государствами в древности и на территории современной России, а также ниже древнего внутреннего моря, на территории современного Ирака и Ирана. А я думаю, еще будут найдены в будущем различные археологические находки, которые будут намного старше всего, чего нам сейчас известно. Некоторые исследователи считают, что Великая Заволжская стена была построена еще до так называемой Войны Богов, когда неизвестным оружием были разрушены города в Индии и Узбекистане. Если предположить, что в древности на Земле действительно произошла ядерная война, то радиация убила бы все живое на поверхности планеты. Спастись можно было бы лишь в одном месте, под землей. Все мы слышали сказки про гномов и других обитателей подземелий. Ученые находят все больше и больше доказательств существования таких древних подземных городов, в которых человечество пережило ядерную зиму. Примерно около шести тысяч лет назад произошло постепенно в разных местах, наверное, в разное время выход сохранившихся людей. И вот тогда отмечаются первые уже миграции населения так называемых белых богов или потомков белых богов. Их следы появляются в самых разных местах. Я когда был в Хецкой империи, мы видим там свастику, калавраты, знак Перуна и самые разные солярные символики, когда Лайра была присуща белым богам. Надписи этрусков западные ученые безуспешно пытались расшифровать на протяжении нескольких веков и расписались в собственные беспомощности. Даже возникла поговорка «этрусское не читается». Но в 19 веке польский лингвист Фадей Воланский смог подобрать ключ к языку древних этрусков. Этим ключом оказался славянский язык. Буквы этрусков отличаются от привычной сейчас кириллицы, но Воланский смог их расшифровать, за что был подвергнут преследованием со стороны католической церкви. Этрусский язык оказался удивительно похож на древний славянский и санскрит. Как известно, этруски принесли древним жителям апенин культуру, научили их искусством и ремеслам, после чего покинули солнечную Италию в неизвестном направлении. Но во времена церковного раскола Востока и Запада католической церкви было невыгодно признавать такой исторический факт. Папский престол всегда всячески стремился показать свою независимость от Востока, доказать свое более древнее происхождение. Есть замечательный народ этрусский, но сегодня уже очень много кем доказано, что фактически этрусский и винеты это одна из наших савиано-арийских ветвей, которая собственно поселилась на территории Северной Италии и принесла собственно ту культуру, которую в последующем уже позиционируют как чисто римского, чисто латинского. Но на самом деле опять-таки это культура наша. Индийский ученый Гал Тилак, выдвинувший гипотезу о северной родине древних Ариев, считал, что часть этого народа ушла после завоевания Индии и Персии обратно на север. Следы этой миграции теряются. Впрочем, еще одна ветвь арийской цивилизации была обнаружена на территории современной Челябинской области. Здесь они основали загадочную Шамбалу. Глухи и забытые богом леса где-то в Челябинской области. Трудно поверить, что здесь в радиусе 20-30 километров был центр Земли, точнее центр цивилизации. Мы отправляемся в экспедицию. Наша задача найти следы Ариев, которые после скитаний вернулись на свою родину. И именно здесь создали загадочное место силы Шамбалу и легендарные ворота прощения. Если мы ищем что-то сакральное на севере Индии, то оно же будет найдено в похожих формах на севере России или на восток в районе Челябинска, в других. В этом месте собраны тайные знания и оружие невероятной мощи, которые, как гласят предания, могут дать власть над всем миром. Но даже если отвлечься от легенд, именно в Шамбале должны находиться последние доказательства величия цивилизации Ариев. Но почему именно в Челябинской области находится это потаенное место? Как здесь оказались Арии? И сыпались на землю громы и молнии и сжигали все искрепеляющие лучи. Это невероятно, но три тысячи лет назад на планете была война очень похожая на ядерную. Вот ее последствия. Север Узбекистана, Мингбулакская впадина и земля, которая превратилась в расплавленное стекло. Вот все вот это место это классическая воронка диаметром примерно километра 10. Что это было? Непонятно. Или это был воздушный какой-то ядерный взрыв. Что, кстати, очень похоже. Наша экспедиция показала, что те места, которые археологи называют окаменевшим лесом, не что иное, как последствия древнего сражения. Междуусобицы Ариев с применением неведомого оружия чудовищной силы. Война была настолько суровой и жестокой с такими последствиями наподобие Второй мировой войны. Вот таким образом если эти технологии тогда были, значит, можно говорить о том, что все-таки цивилизация была значительно более развитой в рамках этих технологий. Общество белых богов Ариев раскололось. Одни двинулись на восток, в Индию и Иран, а оттуда расселились по всей планете, оставляя после себя величественные пирамиды и другие памятники, про которые мы привычно говорим чудо света. Но нашлись и те, кто решил вернуться домой, на север, туда, где находились город Аркаим и Гиперборея. Куда эти боги делись, какие их пути исхода были, где они расселились, куда они исчезли и куда, собственно, делалась сама Гиперборея. Без такого комплексного подхода это понять просто невозможно. Аркаим обнаружили случайно. Обыкновенные школьники и студенты в 1987-м в составе археологической экспедиции нашли следы самой древней цивилизации на Земле. А ведь на этой территории собирались построить оросительный канал, но после находки все работы приостановили. Исследователи подтверждают, в этих местах действительно была высокоразвитая цивилизация. высококультурная мощная степная цивилизация, которая отпочковывалась из своего северного центра, уходя все дальше, дальше на запад, на юг. И все эти города были связаны дорогами. Они не просто дороги, это была сеть. Это была единая система, которая работала как один единый организм по всей евразийской степи. Но чтобы доказать ее существование и открыть секрет знаний древних Ариф, стоило отправиться на поиски таинственной земли Гипербореей и ее центра, который некоторые называют Шамбалой. Древние тексты указывают, это недалеко от известного уже города Аркаима. Я вот держал в руках наконечник стрелы, который вот, значит, вот там на Аркаиме был найден. Я не мог поверить, я инженер, на самом деле полу, ну, как бы призвать, что дырочка, которая там просверлена, что это вот не просверлена современной там дрелью. Абсолютно идеальное отверстие. Предание гласит, арии навсегда скрылись от человеческих глаз в Шамбале, мифической стране, в которой жизнь вечно, а истина на расстоянии вытянутой руки. Знаменитый художник Николай Рерих утверждал, что нашел Шамбалу и даже побывал в ней. Правда, Рериху пришлось входить во врата Шамбала в Тибете. Теперь уже известно, есть несколько входов в загадочную страну. Шамбала по представлениям людей это сакральное место или сакральный город, есть разные интерпретации, а в котором живут боги и который дает различные, скажем так, способности людям, особенно тем, кто идет по духовному пути развития. Слово Арии много раз употребляется в древнеегийских письменах. Значение нельзя толковать иначе, как человек, сотканный с света. Потому что на санскрите допустим шукла светлый как светлый как, понимаете, цвет, а ария это в большей степени несет идею световой, благородства, дети солнца на земле, воплощение богов на земле в прямом смысле. Наша экспедиция движется в сторону башкерской границы, минуя Аркаим дальше в горы, где по здешним поверьям обитают высокие голубоглазые чуди-люди, о которых местное население слагает легенды. То есть мы видим следы вот этих потомков белых богов постоянно, которые идут от незапаменных времен, если брать геологомифологические данные, до буквально первого тысячелетия до нашей эры. Вот мы уже у озера Тургаяк, рядом знаменитый остров Веры. Чтобы добраться до него, нам понадобится катер. Здравствуйте. Чтобы дойти до предполагаемого расположения Шамбалы, нужно предпринять ряд усилий. Прежде всего понять, где находится та точка. Ведь мы говорим о глухих лесах. Выйти на место компактного проживания сравнительно небольшой группы древних людей не так просто. Нас сопровождает Артем Яценко. Человек, который давно пытается раскрыть эту тайну. Остров Веры одно из самых загадочных мест в России. За шесть тысяч лет до нашей эры здесь был процветающий город. Это был высокотехнологичный комплекс, который сейчас трудно себе представить. Тогда цивилизация, осваивавшая это место, сильно отличалась от аборигенов. Недаром этих высоких людей называли чудьями людьми. Вообще, если взять для примитивного племени, допустим, самолет, для него это чудо, для нас это нормально. Соответственно, в те времена тоже наши предки обладали технологиями, а другие народы нет. То есть это нормально, так же, как и сейчас. Когда какие-то примитивные племена видели то, чем обладают наши предки, белые люди, для них это было чудо, естественно, может быть, пошло дивно и чудно и начали называть. Вот и следы цивилизации мегалиты. Конструкции, глубоко утопленные в землю или в скалы. Мы подходим ближе и видим, кажется, это рукотворное строение. Неужели мы на месте? Главный артефакт этого острова мегалит, пещера Веры, так называемая. Возраст, официально, 6,5 тысяч лет постройки. То есть, мы видим, что это полностью рукотворное творение. Это не природная пещера, люди ее сделали. Сооружение потрясает не только размерами. Построить такое голыми руками, без совершенных технологий, это просто невозможно. И, безусловно, древние арии и древние люди были намного более умными и мудрыми, чем мы себе это представляем. Не нужно думать, что древние люди это какие-то глупые люди, не знавшие компьютеров, которые ни в чем не разбирались и прекрасно разбирались в законах природы, а во многом в этих знаниях опередив современную цивилизацию. Эта плита, она весит 17 тонн. Соответственно, в те далекие времена надо понимать, как люди просто ее взяли и положили сверху. То есть, были какие-то технологии. Наши предки арии сейчас, я думаю, ни для кого не секрет, что они обладали технологиями, которые для нас сейчас недоступны. То есть, то, что мы делаем сейчас, это чистая физика и технологии, грубо говоря, рычаг, да? Колесо, рычаг. Внутреннее устройство мегалита было на невероятном уровне. Сразу можно сказать, что то, что мы сейчас здесь видим, это руины. То есть, это остатки того, что здесь было когда-то, более великое. Здесь находилось, судя по всему, какой-то культурный центр, либо что-то связано с религией. У ученых есть версия о предназначении этих строений. Согласно календарю Майя, 3000 лет назад Солнце вдруг начало восходить с другой частью света. И мегалиты были построены, чтобы защититься от переменчивой природы. Действительно, может быть, народ был испуган этим событием и стал резко строить вот эти вот мегалитические сооружения, самые разные, для того, чтобы равниться какие-то подземные пирамиды, чтобы наблюдать, как восходит Солнце. Какими технологиями пользовались древние обитатели этих мест? И как разрешить противоречия между уровнем развития местных племен и совершенством технологий? Получается, все это дело рук какой-то иной цивилизации. И легенды об ариях, то есть о чудьях людях, имеют под собой исторические основания. В этих краях больше 3000 озер, большое пресное озеро Тургаяк, как будто младший брат Байкала. С башкирского это название переводится как «стой нога». Здесь и правда хочется остановиться. Наливные луга, много рыбы, есть где укрыться от чужаков. Это тихое место было как будто предназначено для тех ариев, которые хотели постигать тайные знания. Исследователи полагают, что остров Веры был одной из первых стоянок ариев на пути к Шамбале. Здесь прекрасное место, чтобы остановиться на какое-то время. Люди шли, пришли сюда, смотрят, здесь хорошие условия, отличное озеро рядом, где полно отличной рыбы, лес, где есть звери. Можно жить, взялись здесь и поселились. У местных есть легенда. На острове Веры располагались могилы таинственных жрецов древних людей. Археологи считают, что некоторым находкам шесть и более тысяч лет. По одной из версий, это был своего рода учебный центр, где готовили жрецов. Здесь нашли древний алтарь, а рядом прекрасно сохранившуюся голову пантеры, высеченную из гранита. На самом деле, здесь, на острове Веры, даже я чувствую именно такой позитивный поток эмоций. Может быть, поэтому называется местом силы. Я туда проникал вовнутрь, и я чувствовал там прямо сразу неописуемый приток позитива. Причем, со мной люди туда заходили, которые вообще далеки от этого всего, и они тоже чувствовали, что им становится хорошо. Поэтому я считаю, что это не могила, это что-то другое. Сюда, на остров Веры, приплывали поклоняться богам на протяжении многих тысячелетий. Здесь располагались культовые сооружения гипербореи, и арии солнцепоклонники совершали свои ритуалы. Разжигались костры, приносились какие-то требы богам, которые воспевали в те времена наши далекие предки. Площадка идеально подходит для некого обряда по славу солнца, скажем, потому что если подняться на эту площадку и в день весеннего равноденствия вы четко будете смотреть на солнце, на восход. Мы входим в мегалит. Чувствуется, как дрожит воздух, какое-то давление. Мы внутри одного из храмов. Следы обитания древних людей видны без всяких раскопок. Они здесь повсюду. Вот сейчас мы находимся в главном зале. Здесь есть отделение возможно религиозного назначения. Для чего это сделано сейчас гадают. Вот эти вот подпорки деревянные, металлические сделали здесь археологи. Эта пещера простояла 6,5 тысяч лет и нисколько не разрушилась. Как только сюда пришли люди, археологи, начали здесь вести раскопки, ее покосило. И, как говорится, пещера поплыла. Жрецы, которые совершали обряды в этих самых храмах, жили и умирали на острове. И таинственная энергетика этих мест сохранилась на многие тысячелетия. вот одна из древних жреческих могил. Кальмен это то же самое сооружение из камня, но его предназначение в первую очередь это погребальное. То есть здесь был захоронен какой-то человек. Смотрите далее. Война темных и светлых. Что раскололо ариев на две враждующие группы? И где скрываются темные жрецы? Это вырезанные в скалах образования ступени, ниши, какие-то котлованы, колодцы, которые переходят в подземные сооружения. Зловещие легенды северных земель. Почему на ведьминой горе до сих пор бесследно пропадают люди? Вот ведьма тут жила и сторожила артефакт. Совершенно потрясающий. Вообще ведьма это очень недоброе создание. Башкир она что-то сродни вампиру, потому что она пила кровь. Кому откроются тайны и врата, мы подошли совсем близко. Духи хранители, примите наши подошения. Не удерживайте никого из нас. Сделайте так, чтобы мы веялись в целости и сохранности. Помогите в осуществлении всех наших планов. Смотрите продолжение через минуту. Мы на острове Веры. Именно здесь Арии остановились на пути к заветной Шамбале. Территория острова усеяна огромными дольменами, каменными строениями, похожими на гробницы. Наш проводник проникал внутрь дольмена много раз. И он уверяет, там находятся нетленные останки древних существ, тех самых загадочных чудьих людей, Ариев. Туда человек проникал живой, потом его там замуровывали, и вот это отверстие, которое находится небольшое через него, передавали еду, ну, либо просто для воздуха это было сделано. Человек там уходил из этой жизни. те мощи, которые там оставались, они не тлели. Мы покидаем остров Веры. Надо двигаться дальше, в сторону самого центра арийской цивилизации, навстречу Шамбале. Путь древних Ариев пролегал мимо Ведьминой горы. 3000 лет назад здесь проходила дорога, пересекавшая Урал с запада на восток. Это был долгий путь. Начинался он в районе Тибета, а заканчивался в районе современной Казани. Именно на эти места указывал историк Плиний в своих трудах. Гиперборея, согласно его трудам, находилась за горами. Многие исследователи полагают, что горы это южноуральский хребет. Краевед Наталья Богданюк рассказывает нам древнюю башкирскую легенду. Хозяйка этой горы настоящая ведьма. Здесь совершенно конкретная ведьма была. Маленькая, сухонькая, очень энергичная, старалась с людьми не сталкиваться, но и не избегала их общения. И травы здесь хорошие. Если удача сопутствовала благополучной перегонке скота, все стадо сюда пришло, она здесь может жить практически целое лет. Ведьма тут жила и сторожила артефакт. Совершенно потрясающе. Вообще ведьма это очень недоброе создание. Башкир она что-то сродни вампиру, потому что она пила кровь. Ведьмина гора до сих пор считается местом загадочным. Здесь когда-то стояли деревянные идолы, которым поклонялись башкиры. Территория считается очень опасной. Тут часто гибли люди. На ведьминой горе каждый чувствует себя по-разному. Кто-то ощущает невероятный прилив сил, а кто-то приближение смерти. В тайге бесследно пропадают люди, а высокие пороги горной реки способны убить любого. Это совершенно реальные истории. Люди уходят вроде бы старые, хорошо известные, схоженные насквозь горы и пропадают на тропе, с которой только прошла группа туристическая. С горами шутки. Слишком много здесь непонятного, непривычного человеку. с ним только можно подружиться вот с этим, тем, что есть гора. Садкинские пороги, дамба, которой больше ста лет. Сегодня это место стоит в списке памятников истории. Сложно поверить, но еще недавно на этом месте была непроходимая тайга. Здесь не жили люди, но река была уникальная, бурная, порожистая, с множеством перепадов. И не зря местность называется пороги сегодня, потому что были целых четыре порога. Общей высотой они были чуть больше шести метров. Эти места были достаточно дикими, и про них ходило много легенд, сказаний. Это место суеверные башкиры называли Шайтановой рекой. Говорили, что тут воду мутит нечистая сила. До постройки дамбы каждая вторая лодка, пытавшаяся преодолеть этот путь, шла на дно. Владимир Чудинов, спелеолог и бывший военный. После выхода на пенсию он решил приобрести участок в этой деревне. Но как только начались строительные работы, сразу были найдены арийские артефакты. Это явно тоже соответствует работе человека. Что-то напоминает лапу кошачьего. Это напоминает след нагать на какого-то персонажа из пантеона славянских или кельтских богов. Фактически, если получается, что это главная богиня кельтов, то кельты вышли с нашего огорода. Вот, в чем мы больше и больше убеждаемся. Получается, арии надолго обосновались в этих землях. Но почему они покинули эти места и куда ушли? И почему местные жители называли их лесными духами? Может, дело в сверхспособностях? Здесь когда-то ходили лесные духи. Их местные жители называли Шурале. Лесной дух его описывали по-разному. Одни говорили, он был покрыт шерстью с ног до головы и был он в сером облачении. Другие говорили о Шурале, что он был черен, как ночь. Говорили о том, что они высокого роста, до 3 метров в высоту. Другие говорили, что они не так высоки, чуть выше, чем человек, но коренастые очень. Ходили Шурале на двух ногах и звуков особых не издавали. Но когда они не знали о присутствии людей близком, то звуки их походили на страшный человеческий хохот. Местные говорят, здесь издревле обитали ведущие. Те, кто знал и видел больше, чем простые смертные. Это еще одно доказательство того, что на горе был форпост цивилизации существ, которые обладали сверхспособностями. Спелеолог Владимир Чудинов показывает древнейшие памятники культуры, дошедшие до наших дней. Лицевая плита дольмена тоже лежала на земле, за нее спрятал. Лось с свиненной головой, голова собаки, голова собаки, аморфное тело, в виде медведя, птички или души улетающие. Все под ногами, все валяется под ногами, потому что надо такие вещи пока собирают, потом найдется им достойное помещение под музей. Владимир уверен, находки, которые он делает каждый день, явно указывают на то, что Гиперборея и ее часть Шамбала находились именно здесь. Гиперборея, это уже более понятно, конечно, Гиперборея, да, столица именно Гиперборейского государства, сто процентов, потому что по этим находкам, богиня подородья, вот она, пожалуйста, потом были другие камни, вот видите, тоже бугорок, вот тоже бугорок. По одной из версий, именно в этом месте когда-то давно произошел раскол среди ариев на светлых, тех, что искали истину в духовном, и темных, которые соблазнились несметными богатствами, скрытыми в пещерах. Возможно, именно здесь та самая точка невозврата, которая определила закат древней цивилизации. В этих местах почти 400 пещер. Когда-то здесь добывали руду, а воду откачивали. Теперь здесь тихо. Вода снова заполнила пещеры. Раньше, когда океан опускался, соответственно, промывался, уходил вниз, все это уходило, и оставались вот такие карстовые полости, которых сейчас потом селилися и люди, и звери. Тут в каждой пещере практически при раскопках находятся всякие фрагменты первобытности. Посуда, всякие копии для охоты, всякие принадлежности. Мы заходим в грот. Здесь отчетливо видно несколько входов в пещеру. Под пещеру начинается с ледника, 12 метров спуск ледника, и потом идет галерея, и далее три больших зала, это зал молчания, еще один зал блуждающий, и все они соединяются узкими проходами, галереями, где ползти, где в пол роста идти, где в некоторых местах можно в рост. Но основные залы, которые находятся там, они вот таких больших объемов, типа футбольного поля. вот этот ледник был заткнутый много лет, он стоял лет пять, наверное, непроходимый, он полностью зарос вот так вот, и пещера отдыхала пять лет, потом опять прорубили окно, и оно начало обтаивать немножко. Все, что вы сейчас видите, часть той самой мировой культуры, про которую говорят чудо света, и гигантские строения, и дольмены, и геоглифы, и пирамиды, элементы великих творений, того, что мы называем сокровищницей, достоянием человечества, здесь как будто повторяются в мельчайших деталях. Это вырезанные скалы образования, ступени, ниши, какие-то котлованы, колодцы, которые переходят в подземные сооружения. Археологи очень просто говорят, это каменоломни и гробницы. Но, когда внимательно изучаешь, это никакие, конечно, не каменоломни, это никакие не гробницы, это подземные города. Пещера огромная, и у нее есть несколько входов. Древние архитекторы позаботились обо всем. Вероятность второго входа в пещеру вот здесь вот. Сам основной вход уходит в ту сторону, а вот с этой стороны тоже идет испарение. Тут пытались вот чуть-чуть копать, но это бросили почему-то. Скорее всего, если здесь вот раскопать, то явно будет второй вход. Потому что видно, вон какое испарение. Это тепло выходит с каких-то пустот. Вот самое явное доказательство того, что здесь располагалась цивилизация Ариев. Древнейший геоглиф на Земле. Самый крупный и самый старый в Европе. Гигантский лось. Оценить его масштабы можно только с высоты птичьего полета. Но остается вопрос, какими технологиями нужно владеть, чтобы создать такое гигантское произведение искусства. Многие фигуры просто-напросто имеют сакральный смысл. Это различные религиозные символы, фантастические существа и реальные животные, которые участвовали в мифологии, в пантеонах людей, в пантеонах богов, в пантеонах духов. Их наносили на Землю, только увеличивали для усиления их действия, для усиления их сакральной силы и так далее. Мы можем подобраться максимально близко. Вот они. Части гигантского лося. Была обнаружена фигура, которая напоминала по форме фигуру лося, с такими недлинными ногами, в смысле неширокими ногами, и с впечатляющей длинной мордой, рогами. В общем-то условно это название лось. Руба созвездий существует, которая напоминает по форме фигуру, располагающуюся на этом плато, вот на этой поляне. Чтобы создать нечто подобное, нужен сложный чертеж и обзор с высочайшей точки. Геоглифы делали древние люди, которые были не менее мудрыми, чем мы. Делались они и для богов, и возможно, уже тогда, хотя это звучит фантастично, были различные приспособления для того, чтобы люди летали по воздуху, воздушные шары или что-то другое. На два километра тянется эта линия, завершая фигуру лося. Рогами он расположен к озеру, ногами к горе. Это совершенно конкретные линии, выполненные древними людьми по совершенно оригинальной технологии. Глубину вы видите, здесь небольшая глубина полуметровая, на глубине полуметра насыпана почва и глины, то есть они здесь не родные, они здесь насыпные. И в этой насыпке уложены камни особым образом. Большие камни глыбами выложены по периметру и мелочь насыпана в центре. Некоторые исследователи полагают, что для создания геоглифа были использованы неизвестные нам летательные аппараты. Как можно объяснить этот феномен иначе? Зачем древним ариям нужен был такой геоглиф? Краевед Наталья Богданюк уверена, для магических целей. С чем это могло быть связано? Например, с урожаем или не урожаем, с засухой, с возможностью обратиться, например, к богам, так ведь? Вот, если, скажем, в какой-то момент, я вот далека, честно говоря, от мысли, что кто-то строил такой памятник, чтобы потом получить эстетическое наслаждение, смотря на небе, на лося и на земле, вот, когда они совмещаются. Вот, я думаю, все-таки, это какие-то просьбы были каким-то своим богам, да. Возраст геоглифа лось, по мнению ученых, не менее четырех тысяч лет до нашей эры, но это далеко не первые следы ариев на этой земле. В окрестностях озера Зюратку, стоянки, которые в разное время были открыты, сначала здесь появились древние люди, пожили какое-то время, это 11-15 тысяч лет назад, 8 тысяч лет назад, это мезолит, неолит и неолит. А потом они ушли отсюда. В какой-то период времени озеро, получается, простояло без свидетельств пребывания здесь человека, а вот потом появился вот такой памятник. В 67-м году медзавод затеял ремонт плотина. 4, 5, 6 метров отступления было. Обнаружилось, что вокруг озера есть, если не многочисленные, но значительные стоянки. Стоянки были некоторые постоянные, то есть их определили как. Вокруг, скажем, разбросанных вещей, предметов, были и стены от жилья, внутри очаг был сложен тоже из камней, и вот это вот определили как постоянная стоянка, то есть проживание. То есть здесь люди жили круглый год, то есть и зимой, и летом. Арии действительно покидали родные земли Гипербореи в поисках более плодородных южных земель. И то, что после глобальной войны часть из них вернулась на родину, это уже не домыслы, а исторически доказанный факт. На Урале нельзя произносить коренное население. Первая народность, которая здесь укоренилась, это вот башкиры. Это 8-й, 10-й век нашей эры уже. То есть они тоже, получается, в свое время пришли. Но вот легенда говорит, что здесь было свое коренное население, которое по внешности отличалось от башкир. Население, когда сюда пришли новые люди, оно закрылось в своих подземных городах, завалило входы и уже больше не вышло. Но Шамбала скрыта не здесь. Нужно идти дальше. Смотрите далее. Наша экспедиция в самом сердце страны предков. Что за таинственные боги охраняют вход? Есть боги, которые относятся к так называемым серым, ну, это греи, так называемые. И их бог называется Зет. Самым главным указателем, который находится здесь, на этом хребте, является каменный стукан, взор которого направлен строго на восток. А также ворота древних Ариев открываются раз в три тысячи лет. Час пробил. Кто попадет в страну белых богов и выйдут ли они к людям? Там было по представлениям людей. Это сакральное место или сакральный город. Есть разные интерпретации, в котором живут боги и который дает различные, скажем так, способности людям, особенно тем, кто идет по духовному пути развития. Не переключайтесь, будет интересно. Ученые подтверждают, что эти места скрывают невероятную силу и связаны это с палеовулканом, в жерле которого много минералов. Древние жрецы хорошо знали эти свойства камней и использовали их в магических целях. Там своеобразные скалы цирком стоят. Это все одинаково, в принципе отличить трудно. И поэтому до того себя некомфортно чувствуешь там, что теряешься. Своеобразная энергетика там присутствует, потому что когда заходишь в часик колуарный от скал, от гребней скальных массивов, там аж мурашки по коже пробегают. Неподалеку от этого места в горах находится знаменитые чертовы ворота. Две крутые скалы, которые местные считают порталом в темный мир. Они поселились в подземном мире, каждому выделили посиду, холм, вот такой подземная пирамида. Они там поселились и с тех пор превратились в эльфов, а потом в феи. На Среднем и Северном Урале такие идеи есть. Там встречаются курганы, вот, курганные жители. Местные башкиры называют их Чудь, Чудье люди, а ученые уверены, это потомки древних ариев. Про них говорили, что у них нету головы, что у них сразу голова переходит в туловище без шеи практически, и что про них говорили, что у них глаза есть и на затылке, и на спине. я думаю, это система одеяний таких племенных, видимо. Мы покидаем горный хребет. На горы опускается ночь, встает полная луна. Находиться здесь как-то некомфортно. Вроде бы опасности нет, но что-то не так. Местные не ходят сюда. Говорят, здесь бесследно исчезают люди. Часть Ариев, возглавляемая темными жрецами, спустилась в загадочные пещеры, а часть двинулась в сторону Таганая. В переводе с башкирского это название означает подставка под луну. Именно здесь находятся магические северные ворота в Шамбалу. Считается, что один вход расположен на Тибете, а второй здесь в Уральских горах. Таким образом, если мы ищем что-то сакральное, на севере Индии, то оно же будет найдено в похожих формах на севере России или на восток в районе Челябинска, в других. И наоборот, если мы что-то нашли на севере, похожие аналогии мы найдем на севере Индии. Наш проводник Алексей Юсупов совершает специальный ритуал, чтобы задобрить духов. Так, духи хранителей, принимите наши подошения. Прошу вас, не удерживайте никого из нас. Сделайте так, чтобы мы веялись в целости и сохранности. помогите в осуществлении всех наших планов. Пусть все, что задумано, будет сотворено. Да будет так. Что такое северные ворота Шамбалы? По словам Алексея, это не просто таинственная дверь в ущелье горы. Это природное извояние, которое является природным порталом по равенному измерению. Жрецы Аркаима, который был построен ариями тысячелетия назад, приходили в Таганай совершать свои ритуалы. Конечно, такие древние сооружения и древние артефакты, как Аркаим и другие мегалитические сооружения, они создавались не случайно, не на случайных местах, а на местах силы, обладающих особой энергетикой, ничего случайного там не было. Считалось, что здесь существовали некие врата Таганая, которые открывают раз в три тысячи лет вход в параллельный мир. С тех пор прошли три тысячи лет, и, возможно, врата откроются снова. Мы подходим максимально близко. Некоторые исследователи считают, что Челяб в переводе с тюркского «бог», а Челябинск «одаренный богом». Именно поэтому в этих местах в Челябинской области и даже в самом городе происходит невероятное. Многие теории связывают божественное происхождение этих мест и недавний небесный знак падения метеорита. Мы идем по следу Ариев. Северные ворота Шамбалы, ворота прощения. Открыть их может только тот, кто простил себя и весь мир. Эти мистические места пускают не каждого. Есть такое религиозное высказывание, которое может немножко прокомментировать мое высказывание, немножко понять его. Религиозное высказывание. Ад это не место, это состояние. То же самое можно сказать про рай. Рай это не место, это состояние. состояние души человека после смерти, которое дает ему состояние нахождения в рае или в аде. Географически его не найдешь на земле, но они реально существуют. Это не место, это состояние. Шамбала это не место географическое, это состояние. Кроме того, именно здесь находится точка, которая аккумулирует энергию Вселенной. С помощью нашего Таганая, то есть Таганай стоит своеобразной пирамидкой треугольной и представляет собой большую антенну. Поэтому с помощью вот этого комплекса можно получать энерго информацию с основных энергоисточников планеты. Большой хребет Таганая место магическое. Оно тесно связано с небом. Никакой мистики. Чистая астрономия. Вот в этом месте созвездие, которое активирует это место, в том числе и хребет Большого Таганая, который находится чуть-чуть дальше, в стороне Дальнего Таганая, и мыс на горе Ицил. Ицил. Это средний Таганай. Созвездие называется созвездие Лебедя. И его точки точно попадают на звезды, на звезды созвездия. Оно начинается вот таким образом. Вот здесь, здесь, здесь. Несмотря на утверждение некоторых исследователей, что врата открываются раз в три тысячи лет, наш проводник уверен, это случается гораздо чаще. Главное, чтобы сошлись звезды. Открываются именно те врата, которые находятся здесь. Именно в тот момент, когда звезды находятся в точных координатах на небе, по проекциям на землю в этих местах начинается излучение для активации этого места. То, что древние арии скрылись в этих местах, не вызывает сомнений. Они оставили изображение богов. Мы пришли на открытной хребет. Здесь есть ворота в Шамбул. То есть вот сам хребет это своего рода каменный обелиск, на котором древними выложены изображения богов. Они причудливым образом спрятаны, поэтому разглядеть их невооруженным глазом очень сложно. Поэтому надо применять определенную технику. Это всевидящий сфинкс и бог Ра, огненный дракон, хранитель врат Шамбалы, человек-оборотень, джинн, которым управляет бог смерти Анубис. Таких каменных истуканов могла создать только цивилизация, обладающая высокими технологиями. Фигуры огромные. Именно эти боги охраняют ворота в Шамбалу. Есть боги, которые относятся к так называемым сирам, это греи так называемые. Их бог называется Z. Самым главным указателем, который находится здесь, на этом хребте, является каменный истукан, взор которого направлен строго на восток. Мы его можем видеть. рядом с этим истуканом находится полуизображение, которое, естественно, с помощью определенной техники достраивается и получается полуизображение лица бога Z. И мы подошли совсем близко. В течение часа наша группа вместе с Алексеем поднималась на вершину непосредственно к великим вратам Шамбалы. И пусть сегодня горы Большого Таганая намного ниже, чем тысячи лет назад, добраться до ворот Шамбалы все еще очень непросто. Вот это собственно и есть те самые врата Шамбалы, которые при определенных условиях открываются. Но Шамбала имеет два входа. Один вход на Тибете, а другой имеет соединение примерно через больше чем две тысячи километров пещер на на том конце находится следующая дверь. И эта дверь находится именно под Таганаем. Последний раз ворота в Шамбулу открывались три года назад. Но проникнуть в страну древних богов никому не удалось. Чудья люди не открыли своих секретов. В 2013 году созвездие Лебедя, которое как раз и запускает это место, оно было прямо над точками, которые активируют это место. Но в 2013 году вот как-то совпало обусловлено было тем, что здесь было очень много пожаров. Именно потому, что вот эта энергия она как раз и была активирована. То есть она никуда не уходила. Духовно неразвитым, горделивым и мелочным двери в Шамбалу навсегда закрыты. И силой войти туда невозможно. Шамбала как призрак, который не крепость, а мираж. Свет в воздухе, увидеть который сможет не каждый. Изменится ли человечество Продолжение следует...